Всем привет, меня зовут Андрей и вы на канале Coin22. В сфере крипты самым задаваемым вопросом является, а какую криптовалюту купить, чтобы она дала много иксов? Скажу сразу, мало кто сможет вам дать четкий ответ. Но благодаря нашим наблюдениям и анализу, мы поделимся с вами небольшой подборкой альткоинов, которые смогут принести вам неплохой заработок уже в скором времени. Ведь сколько бы проблем не принесла эта суровая криптозима, плюсы все же есть. А именно проверка различных монет на прочность, а также приятные, максимально низкие цены для покупки. Поэтому обязательно смотри это видео до конца, подготавливай свой портфель для новых монет, также ставь лайк и подписывайся, а мы начинаем. Сегодня в видео мы разберем несколько монет, которые в будущем смогут вырасти и принести хорошую прибыль. Заранее хочу сказать, что мы не будем рассматривать таких гигантов, как биткоин, эфир или например BNB. Ведь учитывая капитализацию этих монет, вырасти в 2, 3 или более раз, им будет гораздо труднее, чем например перспективным токеном с небольшой капитализацией. Но поскольку крипта это то место, в котором риска выше крыши, вы должны их учитывать и понимать, что 100% с ними столкнетесь. Но за этот нюанс мы любим крипту, потому что эти риски, как показывает практика, могут неплохо окупиться. Помимо крупных монет, мы также не будем трогать токены ниже топ 100 в общем рейтинге, а рассмотрим только те, которые имеют хороший фундамент, а также не соскамились и хорошо себя показали во время кризиса. Первым разберем криптовалюту, которая на сегодняшний день занимает 29 место в рейтинге и называется она Flow. Про нее вы могли слышать из недавней новости о сотрудничестве с Instagram. Но помимо этого, у нее есть большое количество различных фишек, про которые я вам сейчас расскажу. Самым главным преимуществом Flow является то, что это не просто токен CTRC20 или Binance Smart Chain, а он имеет собственный блокчейн, который является одним из лучших на сегодняшний день. Flow это полностью децентрализированная экосистема, которая по большей части предназначена для поддержки игр, приложений и NFT токенов. Блокчейн Flow был создан не просто так, а для решения многих проблем, которые есть, догадайтесь, у кого. Правильно, у эфириума. Вообще, если бы не разработка бутерина, то у многих не было бы никакого стимула создавать что-то лучше и перспективней. Так вот, кто помнит, была такая первая NFT игра, после которой зародилась сфера игрушек на блокчейне, называется она CryptoKitties. Сама по себе игра не особо интересная, но на то время это было что-то новенькое и привлекло большое внимание людей из криптосферы. Как раз-таки эту игру и создали разработчики блокчейна Flow. Depper Labs, так называется компания, которая создала NFT котиков. Сперва запустили игру на сети эфириум, ведь то время все думали, что лучшего блокчейна не найти, но чем больше людей начинали интересоваться игрой, тем больше проблем это создавало для блокчейна эфириум. Главная проблема была в дикой перегруженности сети, из-за чего пользователям, которые даже не играли в эту игру, приходилось ждать исполнения транзакций дольше и платить при этом больше. Разработчики игры подумали, так дела не пойдут и нужно с этим что-то делать. В конечном итоге энтузиазма им хватило на создание собственного блокчейна под названием Flow, который полностью решил все нюансы с перегруженностью, так как техническая структура Flow обеспечивает сверхмасштабируемую инфраструктуру для децентрализированных приложений и активов. Также они добавили возможность масштабирования, после чего другим разработчикам стало куда проще получать максимальную отдачу от своих проектов. Дополнительно им удалось добиться стабильности сети, в отличие от биткоин или эфириум, которые работали благодаря огромным майнинг-фермам. Flow работает на системе POS и дает возможность пассивно зарабатывать на стейкинге, что также является большим плюсом. Рассказывать принцип работы самого блокчейна, думаю, смысла нет, так как это скучно и неинтересно. Могу лишь отметить, что для работоспособности сети Flow используется новый язык программирования, который был создан именно для работы со смарт-контрактами. Ну и поскольку разработчикам удалось устранить минусы эфириум, транзакции стали быстрее и гораздо дешевле, а именно стоимость одной транзакции в среднем составила около 50 центов. Для сравнения у эфириума от 3 долларов и более. Также немаловажным моментом является скорость этих транзакций. Если эфириум обрабатывает каких-то скромных 15 транзакций в секунду, то по заявлениям технического директора Flow может обрабатывать до 100 тысяч транзакций в секунду. Думаю, масштабы вы осознаете. Зайдя на официальный сайт Flow, можно обратить внимание на партнерство с такими брендами, как NBA, UFC и Samsung. Совместно с NBA они выпустили NFT коллекции, в которой собраны небольшие фрагменты лучших моментов игр. Так что для тех, кто интересуется баскетболом, может быть интересно. Как вы уже поняли, этот блокчейн идеально подходит для создания NFT. Кстати, если что, на канале есть видео, как с помощью этих токенов можно заработать. Просмотру рекомендую. Но помимо NFT, Flow это замечательный блокчейн для построения веб 3.0, а также метавселенных, что демонстрирует нам недавняя новость о том, что Instagram будет использовать сеть Flow для NFT. После чего токен улетел более чем на 50% вверх. Вы можете подумать, так зачем покупать его сейчас, ведь хайп только что был и уже прошел. На самом деле нет. Ведь зайдя на график, можно увидеть, что исторический максимум токена был на уровне чуть менее 40 долларов. После чего была коррекция. Но тем не менее, ему удалось подняться с 8 до 25. А все как раз таки из-за сотрудничества с известными брендами. Сам проект проявил себя очень достойно. И учитывая будущие планы Цукерберга построить свою метавселенную, Flow может стать отличной инвестицией для заработка на вот таких положительных новостях от компании мета. Однажды мы рассказывали про такой замечательный сайт под названием CryptoRank. Работает по принципу всеми знакомого CoinMarketCap. Он имеет одну очень интересную функцию, с помощью которой можно узнать, какие фонды и компании инвестируют в монету. Так вот, монету Flow инвестирует в биржа Coinbase, где непосредственно эту монету можно купить. Касательно покупки можно чуть подождать, чтобы цена немного снизилась. Ведь после недавней новости цена монеты в какой-то мере завышена. А после небольшой коррекции она может стать куда лучше. Идеальным вариантом будет купить по цене, которая была до новости с Instagram, но вряд ли она опустится до такого уровня. Так что купить за плюс-минус 2 доллара будет неплохим вариантом. Ну и конечно же оставить на долгосрок, чтобы заработать на будущем подъеме. В любом случае узнать, когда лучше покупать любую криптовалюту, вы сможете в нашем телеграм-канале Coin22. Дополнительным бонусом для вас будет еще одна секретная монета, которую мы добавили в наш топ. Это та криптовалюта, которая неоднократно показывала хорошие проценты роста и по мнению многих аналитиков является лучшей инвестицией в 2022. В нашем канале вы получите краткий обзор, а также прогноз цены этого токена. В телеграм-канале мы специально для вас отбираем самые свежие и актуальные события, с помощью которых вы сможете зарабатывать. Там каждый день мы публикуем различные новости и полезную информацию, ведь не всегда успеваем делать полноценное видео на YouTube. Так что если ты хочешь ежедневно быть в курсе всего, что происходит в сфере крипты, обязательно переходи по ссылке в описании, подписывайся на наш телеграм-канал, и мы уже ждем тебя именно там. Следующим у нас будет TrustWallet. Но поскольку наш топ не про кошельки, а про криптовалюту, то это внутренний токен кошелька TrustWallet по тикерам TVT. Более чем уверен, что у вас хранится хоть один лишний цент на этом кошельке, ведь он является самым популярным и имеет более 25 миллионов пользователей. Для удобства своих клиентов разработчики решили создать внутренний токен, который должен работать по принципу BNB. То есть главной задачей является оплата комиссии за перевод и покупка крипты внутри кошелька. Принцип работы похож на BNB, потому что немногие знают, что TrustWallet полностью принадлежит бирже Binance, и соответственно такой идеей они хотели повторить успех токена Binance, что в принципе им удалось сделать. По факту TVT создалась исключительно для образовательных целей и не использовала никаких технологических фишек. Он даже не выходил на ICO, а его бесплатно раздавали пользователям приложения через участие в реферальной программе, акциях и прочих событиях внутри экосистемы. Далее разработчики решили сделать этот токен неким правом на голос, и те, кто имеет эту монету, могут принимать участие в голосованиях. Помимо этого, монета TVT имеет и другие положительные стороны. Во-первых, это, как я уже сказал, скидка на все комиссии. Во-вторых, это приятные плюшки для комьюнити. Также вы можете конвертировать TVT в BNB или эфир практически за 0 центов. Про блокчейн много не расскажешь, так как собственного блокчейна у TrustWallet нет, и сам токен находится в сети BEP20. TVT можно купить практически на всех топовых биржах, ну или напрямую в кошельке TrustWallet. А поскольку монета на блокчейне POS, значит нетрудно догадаться, что ее можно стейкать. За стейкинг предлагают не самые лучшие 0,5% годовых, но как ни крути, это все равно пассивный доход. Что касательно цены, все очень даже неплохо, так как она двигалась относительно стабильно. Постоянно обновляя свои максимумы, а это очень хороший фундаментальный показатель для любой криптовалюты. Также стоит обратить внимание на ее капитализацию, она достаточно невысокая, что дает нам возможность показать более 100% роста куда проще, чем другим монетам. Поскольку TrustWallet находится под надежным крылом Binance, потенциал роста очень хороший, так как эта биржа никогда не будет жалеть денег на развитие своего продукта. А если будет развиваться сам кошелек, то понятное дело TVT не будет стоять в сторонке. Так что добавить себе в портфель однозначно рекомендую, ведь сфера крипты только масштабируется, тем самым увеличивая пользователей криптокошельков. А TrustWallet будет тем, которые новички скачают самым первым. Следующим будет криптовалюта, которая в свое время подняла хайп и заставила Бутерина задуматься о будущем эфириума. Называется она NIR. NIR протокол является довольно серьезным конкурентом блокчейна эфириума, который способен поддерживать децентрализированные приложения. В отличие от эфира, NIR предоставляет уникальную возможность масштабироваться и имеет собственный механизм консенсуса. Самое интересное то, что он позволяет валидаторам создавать блоки по очереди, а не как у других, где нужно иметь больше всех токенов. NIR также использует свой собственный вариант шардинга. Понимаю, что это вам ни о чем не говорит, так что простым языком. Это механизм, который используют валидаторы для ускорения транзакций. Если сложить эти преимущества в одно целое, мы получаем очень быструю обработку транзакций. А именно протокол NIR может обрабатывать до 100 тысяч транзакций в секунду, которые мгновенно могут завершаться благодаря тому, что блок создается не более одной секунды. В придачу к этому мы получаем комиссии стоимостью в доли центов и совместимость с другими сетями, например, печальной Теры, светлая ей память, и популярному блокчейну Космос. За свое существование разработчики и фонд NIR активно участвуют в сообществе и развивают форум комьюнити, где пользователи делятся идеями и помогают создавать предложения по управлению. Протокол часто обновляется на GitHub и есть платформа NIR University, на которой пользователи могут узнать о разработках на блокчейне. Также NIR предлагает достаточно неплохие проценты по стейкингу. В среднем это от 10 до 30% годовых. Такой разброс зависит от того, где вы будете стейкать, у какого валидатора, а также на какой срок. Соответственно, чем дольше ваши монеты будут в стейкинге, тем больше сможете заработать. Инвестированием в проекты занимаются не только создатели проекта, но и крупные фонды. Самым известным является американская биржа Coinbase, которая из своих 99 инвестиций вкладывает именно в NIR. Но самое странное то, что по каким-то причинам на бирже Coinbase NIR не торгуется. Возможно, это какая-то теория заговора или, как бы сказали эксперты, очередная манипуляция от криптокитов, но, конечно же, это шутка. Еще одним инвестором является такая популярная биржа, как FTX, у которой 16 публичных инвестиций и одна из них это NIR. Даже по отчетам за третий квартал 2021 года NIR является третьей по популярности активом криптофондов. То есть понимание, что некая поддержка и деньги от крупных компаний проект все же получит. Также NIR сотрудничает с различными создателями NFT на их сети, а будущий листинг на бирже Coinbase поможет еще больше расширить доступ инвесторов к монете. Исторический максимум цены был на уровне 20$ в начале этого года, после чего в апреле ему почти удалось повторить свой успех, но кризис и криптозима не пощадили никого, и цена монеты на сегодняшний день упала почти в 4 раза, что дает отличную возможность для долгосрочного инвестирования, когда я говорю долгосрок, я имею в виду не менее полугода. Фундаментальные стороны у токена, конечно же, есть. И это не просто токен скучной NFT игры, который завалялся где-то на тысячном месте, поэтому потенциал роста есть, и на длинной дистанции шансы вырасти в 2 раза вполне реальны. Так что можно немного понаблюдать за динамикой цены, и после небольшого снижения добавить свой портфель. А после покупки отправить монету в стейкинг. Если это сделать минимум на 4 месяца, то можно будет получить практически 30% годовых, так что ваши ожидания окупятся вот таким пассивным доходом. В заключении хочу сказать, а точнее напомнить, что криптовалюта это самый рисковый актив, который придумало человечество. И в этой сфере можно легко как стать миллионером, так и полным банкротом. Если вы не хотите поднимать уровень бедности в своей стране, думайте, какую крипту вы покупаете, и какие у нее есть перспективы в будущем. Поэтому в этом ролике мы постарались из огромного количества монет выбрать для вас что-то интересное, но тем не менее всегда держите в своей голове, что любой токен может не только взлететь несколько раз, но и остаться на месте, или не дай бог вообще скатиться в ноль. Всегда следует отталкиваться от серьезных проектов, так будет выгоднее и куда спокойнее. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, в котором, напомню, будет дополнительный обзор еще одной перспективной монеты, которая в будущем даст иксы. Также поддерживайте это видео лайком и колокольчиком, чтобы не пропускать новые ролики. Прощаемся ненадолго, желаю всем удачи, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!